Выступление участницей второй разминки. У нас будет заливка льда, будет пауза. Ну и те, кто смотрел сегодня дневную программу, конечно же, знают о великолепном выступлении Евгения Плющенко. Это было действительно феерия, это было нечто, я бы так сказал. И понятно, что не все смогли увидеть эту потрясающую победную программу Евгения Плющенко. Во всех отношениях она была шедевром. Ну вот, во время как раз заливки мы вам покажем. Те, кто не видел, получат колоссальное удовольствие, как, впрочем, и те, кто второй раз посмотрит этот шедевр. Ну а для меня вопрос только в одном. Останется ли Наталья Попова на верхней строчке турнирной таблицы после выступления первых 12 участниц. У меня почему-то такое внутреннее убеждение, что и эту спортсменку она вполне может обойти. Хотя проигрывала ей, проигрывала ей где-то 4 балла. Это серьезное отставание. И пока у испанки все получается очень-очень неплохо. Справляется она с прыжками. Исполнилась сложный каскад тройной, то лук двойной, то лук двойной Рейдбергера. Еще не так давно вообще о испанском фигурном катании, что называется, ни слуху, ни духу, не было такого понятия, понятия как такового, испанское фигурное катание. А вот сейчас первое железо связано с тем, что появился Хавьер Фернандес. Он очень успешно выступает в мужском одиночном катании. А вот в женском задает тон как раз Соня Лафуэнте. Сейчас есть вопрос, выдержит ли она до конца, эту свою произвольную программу. Видно, что скорость падает, усталость накапливается. Но пока, пока все очень неплохо. Лучший результат в сезоне у Испанки 86,81 балла. А сейчас надо ей набирать, для того, чтобы выходить на первое место, где-то в районе под 90. Зрители так понимают, как тяжело фигуристке, как она устала, так аплодисментами пытаются ее поддержать. Это ощущение, что немножко раньше времени она закончила программу. Но это во многом, конечно, усталость. Что-то она тут или забыла, что-то у нее не получилось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.